Приветствую вас на канале Банковский. Сегодня мы посмотрим на ипотеку с господдержкой от Сбербанка. Привлекательна эта ипотека прежде всего тем, что процентная ставка по ней начинается от 2,6% годовых. Эта процентная ставка в принципе сравнима с теми ставками, которые предлагают банки в Европе, даже тот же Сбербанк. Поэтому, естественно, такое предложение не может не привлечь внимания потребителей. Первый взнос тоже на привлекательных условиях, то есть от 15% идет он. Действительно, если, допустим, другие банки предлагают минимальный первый взнос 20-30%, то 15% на фоне этого выглядит хорошо. Ну и сумма кредита может доходить до 12 миллионов, что позволяет в принципе приобрести квартиру практически в любом регионе России. Ну давайте сразу посмотрим на условия. Не хочется вот тут рекламную страницу рассматривать. Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица. Срок завершения строительства не ограничен условиями программы. Документы по аккредитуемому жилому помещению могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия решения банком о выдаче кредита. И расчеты через сервис безопасных расчетов. Вот единственное из этих четырех пунктов, что мне не нравится, это расчеты через сервис безопасных расчетов. Почему? Поясню. Значит, конечно, здесь потребитель экономит на процентной ставке, но сервис безопасных расчетов, он не бесплатен. То есть он стоит дополнительно 3-400. То есть вроде бы, конечно, переплата не сильно велика, но тем не менее она есть. То есть процентная ставка базовая будет 6,1% годовых, ставка на 2 года, да, а будет 2,6% годовых. Ну и вот здесь расписано в таблице, можно посмотреть, то есть в каких случаях, соответственно, можно получить какую ставку. Ну, даже вот если, например, брать альтернативные варианты, 3%, 3,1% годовых, все равно хорошо. Поэтому как бы... Но, вот здесь опять же образуется так называемый подводный камень, не знаю, как его обозвать. То есть здесь Сбербанк слукавил, и он указал, что вроде бы ставка 2,6, на самом деле это только на 2 года. После 2 лет первых ставка возрастет до 6,1% годовых. То есть государство, получается, у нас субсидирует ставку первые 2 года. Но, учитывая, что многие стараются закрыть ипотечный кредит как можно быстрее, возможно, что это будет подспорьем. Потому что, если, например, в среднем граждане умудряются гасить ипотечные кредиты за 5-6 лет, то в этом случае из этих 5-6 лет 2 года он платит по ставке заниженной, и последующие 3-4 года платит по ставке 6,1%. Поэтому, в принципе, неплохо. Надбавки здесь тоже за определенные варианты. То есть отказ от страхования жизни и здоровья плюс 1 пункт. При отказе от сервиса электронной регистрации 0,3 пункта. То есть банк так наказывает за отказ от дополнительных услуг, которые он сам же и навязывал. Значит, далее требования к заемщикам посмотрим. Здесь тоже никаких сюрпризов, как и раньше. Минимальный возраст 21 год, максимальный возраст на момент возврата кредита 75 лет. То есть не забывайте, что это на момент возврата кредита именно. То есть если вы берете кредит, например, на 5 лет или на 10 лет, то, соответственно, возраст должен быть 75 минус 10 или 75 минус 5. Понятно, да? Дальше, что здесь интересного. По стажу работы понятно, гражданство понятно. Документация. То есть складывается впечатление, что Сбербанк не потребует подтверждения дохода. На самом деле это не так. То есть минимальный пакет документов это анкета, паспорт и второй документ на выбор. Но и необходимо будет подтвердить доход. Это будет справка по форме 2 НДФЛ за последний год. Либо справка по форме банка, как правило. Дополнительные возможности там в виде налоговых вычетов. Но это в принципе уже многие знают. Сервис безопасных расчетов, о котором мы уже поговорили. Ну и последнее, что здесь хочу сказать, это то, что банк рассматривает вашу заявку в течение 8 дней максимум. Ну и, соответственно, подается заявка через домклик. То есть, когда мы жмем кнопку «Подать заявку», система автоматически перебрасывает вас на домклик. И там, соответственно, происходит заполнение заявки. В целом, если давать оценку данному кредитному продукту, могу сказать, что это одно из лучших предложений на финансовом рынке российском. То есть, первые два года по заниженной ставке платить ипотеку. Это будет очень здорово. То есть, экономия явная, очевидная. Поэтому, если вы собираетесь брать ипотеку, начните со Сбербанка. То есть, подавайте заявку. Если Сбербанк вам ее одобрит, то в другие банки ходить даже нет смысла. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку «Подписаться под видео». И всего вам хорошего. Спасибо.